Панзер 87 140 Итак, напоминаю, если у вас есть хороший реплей, то присылайте мне, под видео в описании есть ссылочка на ВК, ссылка на Дискорд, присылайте сам файлик с реплеем, ну и не забывайте о скриншотах с результатами боя. Ну а бедни, то напиши мне, я тебе пришлю кодик на месяц према. Итак, естественно, десяточки, как бы, десяточки, чистые десяточки, никакой халявки тебе. И первое, куда он приезжает и занимает позицию, это на остров. В целом сюда приезжает довольно много ОБТ. И если вы сюда приезжаете в большом количестве на ОБТ, то иногда это, как бы, оправдано. То есть иногда, да, когда и с другой стороны противников приезжает много, естественно, нужно, как бы, с этими противниками разбираться. Но, когда вы приезжаете, там, в составе 3-4 ОБТ на эту горочку и просто, и, как бы, оказывается, что там противника нет. Или вот как здесь сейчас один буквально реклерк там подъехал, просто аккуратненько подсвечивает и все. То это плохо. Почему это плохо? Ну, то есть, как бы, да, с одной стороны, я видел этот уже реплей, и я знаю, чем это все закончится. Но даже не видя этот реплей, в таких ситуациях, ну, кто смотрит мои стримы, вы знаете, я всегда говорю, что если в городе оказывается мало ОБТ, а союзные ОБТ, как правило, ну, в большом количестве стоят здесь, на острове, то это всегда плохо заканчивается для города. А если это плохо заканчивается для города, то есть, вы теряете город и остаетесь на этом острове, скорее всего, это слив. Потому что вас просто-напросто начнут на этом острове со всех сторон распиливать. Да, в начале боя остров всегда это, ну, то есть, это не второстепенная какая-то позиция. То есть да, естественно остров нужно занимать, потому что здесь есть вот как раз отсюда открываются замечательные прострелы И вы сможете как раз город простреливать, помогать своим союзникам Но, как только вы теряете город, как только противники начинают давить и проезжают уже город То к вам начинают и срез поехать, и здесь поджиматься, и еще и срез по противникам И поэтому по-хорошему единственное правильное решение, если вы приехали толпой на остров, это продавить его, этот остров И проехать на другой берег, ну то есть уже к базе, к респу противников Да, это нелегкая задача, потому что как бы, как правило, там вот как минимум МГМ-ка стоит, прикрывает Ну и скорее всего кто-нибудь еще, у них в общем-то есть Вилка еще, есть ПЛ-ка, и они вполне возможно там и стоят Но с другой стороны, опять же, вы не можете в таком количестве, в таком количестве ОБТ стоять просто на острове и там издалека постреливать Потому что рано или поздно ваших союзников сольют Если посмотреть на миникарту, то так и, в общем-то, и напрашивается Там всего 4 союзника, посмотрите сколько красненьких танков И вот особенно, как только верхнюю самую часть, Ай-линию вы теряете, то город сливаться начинает максимально быстро И, в общем-то, потом приезжает пинать вас Но с другой стороны, опять же, а как правильно отыгрывать, а как правильно здесь отыгрывать на острове, если сюда приехали толпой Есть вариант только такой, как раз вот сейчас ломанули пацаны вниз за Леклерком Но Леклерк уже отъехал подальше Здесь все еще появляются прострелы, да, поэтому он опять же не уезжает с этой позиции Но прострелы все еще есть, как бы, но союзников, в общем-то, не сказать, что сейчас пока плохой счет Да, 11-11, пока все нормально Но, тем не менее Здесь единственный вариант, как это направление дальше реализовывать Если вы приехали большим количеством на остров Это поджиматься, кидая дымы резко поджиматься и проезжать туда, прям на восьмую линию, в общем, под противника респ Это единственный вариант, что нужно делать Никаких медленных разыгровок Ну, я вот здесь сейчас вылезу, с кем-нибудь постреляюсь Нет, это всегда плохо заканчивается Вы высовываетесь и получаете издалека Теряете ХП и потом уже у вас нет вариантов просто как-то там реализовываться, поджиматься Когда есть ХП, тогда это и нужно делать В общем, как вы видите, да, уже довольно-таки все печально становится Хотя, опять же, на счете это пока не отражается Уже челик катается на респе Город полностью уже зачистили противники Здесь получается дать плюху одну этому самому челику И его, в общем-то, там добирают 11-9, пока в этом плане все нормально Пока получается отбиваться Но надолго ли, вот в чем вопрос И опять же, возвращаясь к тому самому вопросу Вот как раз Леклерк, кстати Вот он, как раз Леклерк, который здесь на самом деле всю малину портит Если вот там стоит танк, то, конечно, ни о каком поджиме просто и речи не может идти Пока вы будете резко под дымами поджиматься под противников туда Которые стоят на холмике вдалеке Вам Леклерк будет напихивать просто в борт Поэтому, конечно, с другой стороны, здесь и Леклерк все испортил В этом плане не особо-то получается и быстро поджаться В общем, как-то так размазались противники Ну и, в общем, последний противник, последний союзник, который здесь в центре города был Уже отправляется в ангар Там союзник, один челик становится Там на одном конце, один союзник на респе Как-то, в общем, союзники оставшиеся подрастянулись Но, опять же, не считая тех, кто на острове На острове все четко, пока все держатся кучно Но, если вы просто на острове Оставляете танки только на острове То всегда плохо заканчивается Потому что вас со всех сторон просто на этом острове начнут расстреливать И, в общем-то, если посмотреть, кто остался на острове То, блин, у союзников хп-шки-то особо-то и нету Даже ПЛ-ка тоже шотная В общем, все довольно подраненные Хотя, опять же, счет 8-6 8-5 даже 8-5 Ну, вроде бы обошлось, да? Получается, не в этот раз Не в этот раз В этот раз все получилось как нельзя хорошо И, вроде бы, потеряли город Но потом его отбили И здесь куча союзников Есть преимущество по счету Теперь нужно давить Теперь определенно нужно давить И, в общем-то, Борнин как раз сделал все для того, чтобы Борнин... Ну, Борнин, он же Бенита Сделал все для того, чтобы Сберечь свою хп-шку Для того, чтобы потом как раз ее можно было реализовать Тем более, здесь Леклерк наконец-таки близко подъезжает Но оказывается, что он подъезжает не один Нужно добивать шотного ПЛ-ка это делает Здесь Леклерк расправляется союзной ПЛ-кой И здесь, конечно, он как-то совсем Вроде бы как успевал Мне кажется, успевал бы дать и выстрел Зря рановато отъехал Через дымы пытается лучше позицию занять Переезжает вот сюда Получает плюху от Леклерка Леклерк довольно близко И есть еще вариант, что издалека Есть вилка, которая сможет настреливать Но, в общем-то, опять же Под позицию Просто переехал под хорошую позицию Потому что Что он очень хорошо понимает об этом танке Это ОБТ Но со здоровенным зеленым НЛД И на этом танке Исключительно стоит играть от позиции И если вам кто-то начнет потом прояснять В конце каточки Что вы такой нубас И не умеете играть на ОБТ Простояли весь бой в кустах То, скорее всего, этот человек Абсолютно не понимает Что такое ОБТ На которых реально нужно и можно давить И ОБТ второй линии Как раз таки Панзер Это классический вариант Представителя ОБТ второй линии У него для этого есть все Во-первых У него для этого есть Зеленое большое НЛД То есть, которое как бы тебе намекает Друг, тебе не стоит На какой-нибудь ровной улице В городе вперед ехать И пытаться давить Потому что Ты быстро поиграешь И во-вторых Здесь есть очень хорошая пушка С хорошим пробоем Пробой как бы тоже здесь сделан Для того, чтобы он тебе так намекает Ты можешь Благодаря своему пробою Накидывать издалека И у тебя все еще будет получаться пробивать То есть, вблизи Естественно, если у вас получается Вблизи перестреливаться Вы получаете дополнительное преимущество В плане выцеливания зон Но издалека Это прежде всего помогает вам Издалека пробивать танки То же самое Потому что снаряды теряют Из дистанции ББшки теряют бронепробитие И вот тут он вырисован Даже получается у него Высветить вилку Вилка как-то неаккуратно подъезжает Леклерк оказывается Вообще отъехал в другую сторону И в это время добирает союзную ПЛ Немножко перестоял Здесь, конечно, немножко перестоял Весь экшончик начинается в городе А он здесь с Леклерком Счет уже 4-4 И внезапно как-то все опять становится Не так уж и весело Нужно с Леклерком Естественно Здесь как минимум Нужно контролировать Леклерка Постоянно Не то чтобы прям Лететь и убивать его Опять же Здесь нет такого ДПМа Как на каком-нибудь Тай-50 Чтобы ворваться И быстренько Леклерка распилить Но нельзя давать Леклерку Спокойно Где-то там кататься И периодически переезжая Отстреливать союзников Потому что ПЛ-ку он уже отоварил И здесь, конечно Могу точно согласиться Перестоял Вот здесь перестоял ХП-шка есть И нужно либо соединяться С союзниками было Либо здесь как-то Разбираться с Леклерком И тогда То что он находится здесь Отдельно Было бы оправдано А тут по сути Он пытается Как бы да Пытается отсюда Найти какие-то зоны Для прострелов Но их как бы нету А союзники-то В это время тают И остается буквально Всего одна ХМ-ка Хотя ХП-шка есть Конечно Но сами понимаете Надолго ли Здесь да Получается дать еще Леклерку одну плюху Но надо торопиться И вот наконец Он понимает Это то что Уже все Уже как бы пора Потому что сейчас Если противники Со всех сторон Накинутся На ХМ-ку То вариантов у нее нет Да здесь светят Но понятное дело Что это снайперша Где-нибудь там ПЛ-ка поставила Снайпершу И поэтому ты светишься И в таких ситуациях Тебе нужно просто Иногда это понимать Что если ты светишься Это не значит Что в тебя сейчас Сразу начнут стрелять Есть вариант Что это просто снайперша И нужно тебе Под дымами Там не важно В общем Но как-то быстро Поджиматься И в общем-то Вот как раз и приходит Тот самый Косячок Да Приходит тот самый момент Когда Перестоял И ХМ-ка осталась В городе Одна И теперь он Один в три Есть Леклерк ХП-шки Прилично Есть Вилка Прилетает Как раз от ПЛ-ки Кстати говоря Издалека И вот та самая ПЛ-ка У которой В общем-то Прочности Не много Ну то есть Картон Не особо Живучий А вот У Леклерка Прочность есть И вот теперь Нужно Откатываться И все это дело Принимать Но Опять же Он очень хорошо Понимает Как отыгрывать На этом танке От позиций И он Исключительно Играет Если вы заметили Исключительно Играет от позиций Не успевает Правда На этот раз Откатиться Вовремя От Леклерка Прилетает Вместе с боевой Укладочкой Там Леклерк Здесь где-то Вилка Вилка стреляет Не пробивает Дает плюху Минус вилка Уже становится легче И нужно от рельефа У вас есть Хорошие УВНы На панзере Вам нужно Пользоваться Всегда рельефом И естественно Не давать противникам Заезжать к вам В борт Или в спину Тем более Леклерк Что-то задумал Откидывает дымы Уходит куда-то в сторону Выезжает Плка На реакции Плке Дает в ответ Хотя он тоже продамажил 940 хпшки И куда-то потерялся Леклерк Леклерк заезжает С левой стороны Опять смотрите Он перекатывает За рельеф Для того чтобы Пользоваться рельефом Леклерк в открытую На него летит Получает На тысячу Кумулякой Он остается шотным Но там еще есть Офелия Нужно опять же Аккуратненько продамажить Его еще раз Леклерк торопится Просто в тупую Стреляет Здесь получается Еще закинуть ему Один кумуль И все Он остается шотным Не особо правда Парень сообразительный И понимает это Все еще летит И пытается его убивать И добивает Наконец таки Добивает его И вот тут давайте Теперь поговорим о том Насколько это был Была правильная игра На ОБТ Почти 15 тысяч урона И вытащенная катка На победу И тут мне кажется Единственная поговорка Которая уместна Победителей не судят Присылайте свой реплей Ставьте лайки Увидимся в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok